Это фактчек на Хабаре 24 и мы готовы развенчать очередную порцию фейков. Открывая различные сайты, периодически можно наткнуться на громкие баннеры, привлекающие внимание пользователей очередной сенсацией. Один из них гласит, что казахстанский президент утвердил 13-ю пенсию. Получат ее все, кроме «И если вы захотите узнать, кто же останется за бортом соблазнительной инициативы, то при клике вашему вниманию предстанет статья о том, что казахстанским пенсионерам будут выплачивать 13-ю пенсию на постоянной основе. Пожилые люди якобы начнут получать ежегодные выплаты в декабре. Кроме того, в два раза увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет». На самом деле это информация фейк, гуляющая в интернете с прошлого года. Еще в ноябре в Министерстве труда страны опровергли данную информацию, призвали казахстанцев доверять только официальным источникам и напомнили, что за распространение ложных сведений по закону грозит ответственность. Еще один кричащий баннер на просторах интернета, цепляющий возможностью получить бесплатный сыр. В данном случае мы столкнулись с рекламой, нацеленной на тех, кто недоволен своей зарплатой. На обложке миллиардер Илон Маск якобы решил помочь нуждающимся казахам. И в августе, чтобы получить деньги на карту, нужно, а что нужно, узнаете по ссылке, через которую открывается статья с душесчипательной историей продавщицы из супермаркета, которая призналась каналу Онтустык, как теперь зарабатывает по 3 миллиона тенге в месяц. А помогает ей в этом платформа для инвесторов Quantum System. О ней подробно рассказывается в видео, прикрепленном к статье. В этом ролике русский волк с Уолл-стрит или самый быстрый миллионер из списка Forbes Евгений Абрамов на фоне личного вертолета рассказывает, как преуспеть в этой жизни. Его клиенты получают от 5 до 50 тысяч долларов в день, а все благодаря платформе для трейдинга Quantum System. Сервис был якобы создан американским инженером NASA. С помощью компьютерных алгоритмов он автоматически зарабатывает деньги в интернете. Как же так вышло, что никто, кроме русского волка с Уолл-стрит, не знает об уникальном открытии NASA? Возможно, потому что вся эта схема чистой воды фейк. Чем на самом деле занимается Quantum System, так это кражей персональных данных и переадресацией пользователей к брокерам-мошенникам. На это указывает многое. Кричащие заголовки, создание ситуации срочности, ведь регистрация доступна ограниченному числу людей и только сегодня. Обещание денег из воздуха и плохо сыгранный ролик с псевдомиллионером, которого никогда не было в списке Forbes. Очередная схема, которую используют аферисты, чтобы выманить данные кредитных карт, пришла в Казахстан из России. Связана она с сервисом бронирования отелей Агода. Многие пользователи стали получать в мессенджерах сообщения следующего содержания. Привет, нам нужен кто-то, кто оценит бронирование отеля. Платим от 8 до 50 тысяч тенге. Наша работа очень проста, нам просто нужно оценить отель Агода или поставить ему лайк. Если вы хотите присоединиться к нам, подробности в Телеграме. Далее нужно отправить цифру 1 в чат Телеграма и связаться с менеджером по подбору персонала. Лайкать гостинице, правда, почему-то запрещено лицам моложе 21 года. Авторами сообщений являются мошенники, подозрительными и не совсем законными. Выглядят как сам текст, так и предполагаемая оплата. Непропорционально высокая по сравнению с тем, что нужно сделать. А само послание отправлено с номера, зарегистрированного в Индии. Мы прошли по указанной ссылке, вступили в переписку. Наших собеседников, конечно, интересовали не лайки отелем, а данные кредитных карт. Схема проста. Мнимый сотрудник предлагает оценить несколько отелей, отправить ему скриншоты, подтверждающие выполненную работу, а затем прислать платежные данные, якобы для перечисления зарплаты. Делать этого, конечно же, не стоит, ведь вместо начисления средств с карты снимут ваши деньги. Продолжим тему сервисов для бронирования отелей, но уже рассказом о другой мошеннической схеме. Жертвами фишинговых атак становятся пользователи сайта booking.com. Одной из самых популярных в мире площадок для бронирования отелей и апартаментов имитирует сайт-двойник. На нем злоумышленники собирают адреса электронной почты, которые в сервисе используются в качестве логинов, а также некие пароли от имейл. Видимо, тут фишеры что-то перепутали. Скорее всего, их все-таки интересуют пароли от учетных записей booking.com. Не забыли злоумышленники и про вторую категорию пользователей крупнейшего сайта бронирования. Владельцев отелей и апартаментов, которые привлекают своих клиентов через сайт. Для них тоже существуют поддельные страницы, собирающие логины и пароли. Чтобы не попасться на такие уловки, надо всегда внимательно проверять адрес сайта перед тем, как вводить на нем какие-либо пароли. Если вы не уверены в том, каким же должен быть настоящий адрес, лучше перепроверить это с помощью поисковика или Википедии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова